Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами на моем канале, канале про вязание, будем рассматривать вязание вот такого джемпера. Джемпер у нас с вами выполнен по уже очень известному видео про джемпер с удлиненной линией реглана. Он стал достаточно популярным, скажем так, в прокате на YouTube, да, и по нему связано уже очень много моделей, то есть уже количество перевалило тысячи. Поэтому я думаю, что очень многие могут по памяти связать, да, увидев какие-то нюансы, которые я сейчас объясню. Все остальные, те, кто немножко, да, еще, скажем, готовится к вязанию, сейчас посмотрят ролик, и я думаю, что свяжут без проблем. Вязание в данном случае у меня, да, я не очень люблю вязать летние вещи, не потому, что я не люблю летнюю пряжу. Летнюю пряжу я тоже не люблю, потому что, скажем так, например, вязание зимней пряжи у меня получается ровнее, аккуратнее, легче и проще. Летние пряжи, они в своем подавляющем большинстве тяжелее, что увеличивает нагрузку на руки, потому что, скажем, любая шерсть, она легче, чем любая растительная пряжа. И летние пряжи, скажем так, у меня не пользуются популярностью по очень банальной причине. Я летом не ношу вязаные вещи, ну, то есть вот от слова совсем, совершенно и абсолютно. Я летом ношу либо футболки, либо льняные рубашки. Все. Да, и, скажем, любая летняя вещь, даже очень красивая, очень нарядная, очень женственная, которая подчеркивает фигуру, придает обаяние и изящности любому образу. А в моем гардеробе эти вещи не приживаются. То есть, какое бы прекрасное лето не было, какая бы замечательная фигура в этом вязании не находилась. Именно поэтому, то есть никакого, скажем так, технологического, да, содержимого в моей любви нет. Теперь мы с вами поговорим о данной модели. Я думаю, эту тему мы с вами закроем, поскольку это не актуально, да, потому что это мои вкусовые предпочтения. У вас они могут быть же совершенно другими, и поэтому, исходя из того, что у меня была в подарок получена бобинка, вот такой замечательной пряжи, это шелк, шелк шнурком, как вы видите, то есть у него плетение, вот, видите, он расплетается, я вам показываю, вот. Этот удивительный, прекрасный шелк от Лора Пиано был мне подарен Ниной. Пролежал он у меня почти два года, пока я смогла, ну, он на самом деле расплетается, если вы потянуть, вот, пока я придумала, что из него вязать. Ну, то есть, когда я говорю о вязании для себя вещей, которые именно у меня в гардеробе, я люблю, что попроще. Но, поскольку у меня была совершенно невероятная пряжа с пайетками, тоже подаренная мне другом небольшой моток вот таких вот замечательных пайеток, то я решила совместить приятное с полезным, то есть создать модель, которую сможете вы легко повторить, то есть я повторюсь, это модель для начинающих. Вы легко можете повторить такую модель. Здесь нет никаких расчетов вообще практически, да, сейчас мы тоже рассмотрим. То есть, те, кто смотрел ролик по джемперу с удлиненной линией реглана, вам надо будет в момент расчетов, наверное, немножко промотать вперед, потому что вам будет неинтересно, вы все это умеете. А для тех, кто не смотрел этот ролик, вы можете сходить туда посмотреть, заодно почитать комментарии. Те, кто любит просто меня послушать, шутки-прибаутки, ну, можете меня включить фоном и попутно себе чаю с сухарями, какими-нибудь реплюшками заварить. Почему про сухари-плюшки? Потому что это изделие подходит абсолютно на любую фигуру. И если, знаете, как бы у вас случилось такое лето, как в Москве, то есть, да, ешьте спокойно, лето не будет, то есть вы как раз можете совершенно худенькое, полненькое, большого роста, маленького роста. У вас лен, у вас хлопок, у вас махер в наличии. Вот из всего чего угодно можно связать эту вещь. Можно связать ее с длинными рукавами, можно здесь сделать застежку, то есть и на молнии застежку сделать, на актуальной металлической видной молнии. Можно сделать на пуговицах, можно сделать даже на крючках и даже на таких вот декоративных вязаных штучках. Сиво. Итак, кратенько мы с вами поняли, да, что вязать можно из чего угодно. И вязать это все просто, без расчетов. Смотрим, как устроена эта вещь. У нас набрана горловина. Скажу сразу, что горловина набирается вот здесь. Если мы с вами говорим о вязании реглана, то вот эта часть, она, как правило, при вязании реглана, классического, обычного своеобразной горловины, она делается прибавками. То есть вы довязываете росток до передней линии реглана, и дальше прибавками начинаете осуществлять увеличение петель полочки для создания V-образного выреза. Поскольку у нас с вами здесь такое, скажем, своеобразное решение вопроса, то мы набираем все петли, которые у нас есть. И мы набираем их в идеале на вспомогательную нить. Я не делала на вспомогательную нить. Почему? Потому что у меня вот этот шелк, я не знала, как он себя поведет, потому что пряжа достаточно тяжелая. Смотрите. Чувствуете, как он падает? То есть эта пряжа тяжелая, она висит. Вот смотрите, видите? Она висит и под тяжестью прям падает. То есть изделие достаточно тяжелое. Оно тяжелое даже не сколько по весу, сколько по своей фактуре. То есть оно прям вот... Ну, я не знаю, как вам это объяснить. Это просто потрогать надо. Потому что это словами, ну, видимо, у меня какой-то скудный русский язык. Вот. Поэтому это изделие, оно достаточно тяжелое. Я не знала, как оно себя поведет. И чтобы вот здесь вот все это хозяйство не растянулось, то есть я набрала сразу необходимое количество петель. Самым обычным набором я набирала, ничего тут экзотического нет. Почему я рекомендую на вспомогательную нить? Потому что вот здесь вам будет проще потом, распустив эту нить, просто поднять петли. А не, образно говоря, поднимать их из-под наборного края. С изнатки смотреться будет, как будто здесь вообще нет никакого шва. С лица тоже будет смотреться очень хорошо. Поэтому я вам рекомендую набирать на вспомогательную нить, если у вас не очень тяжелые изделия. Потому что если очень тяжелые, я боялась, что очень сильно растянется горловина. А она у меня и так достаточно большая. Когда мы с вами говорим о наборном крае на вспомогательную нить, мы с вами помним, что наборов на вспомогательную нить существует несколько. Насколько я сегодня говорить буду достаточно быстро, потому что ролик, чтобы получился покороче, чтобы вы не успели утомиться. Кому надо, ставьте на замедление текста. Кого утомляет, ну, что очень много болтовни, да, можно поставить еще быстрее. Но, боюсь, будет очень смешно. Вот. Поэтому существует несколько наборов на вспомогательную нить. Ваша задача освоить такой набор на вспомогательную нить, чтобы ни в коем случае не резать нитки. Все ученики, кто учился у нас в школе, все умеют это делать без проблем. Я думаю, на ютубе роликов тоже очень много. Если вы встречаете ролик, где режется вспомогательная нить, ножницами вырезается, ну, этот ролик сразу пролистываем и понимаем, что это неквалифицированный подход. Потому что квалифицированный подход, когда вспомогательная нить, дергаете за ниточку, и у вас открываются петли, да. Поэтому помним об этом в обязательном порядке, что никаких ножниц около вязания быть не должно. Они у вас появляются только тогда, когда вы обрезаете кончики. Все. Эту тему мы озвучили. Значит, поскольку помним, да, что я не показываю здесь, как тут вспомогательный набор делать, как тут подрезы, например, там делать, да, я это не показываю. У меня решение концептуальное. Итак, мы с вами набираем на вспомогательную нить. Сколько же нам надо набрать петель на нашу вспомогательную нить? Для того, чтобы понять, сколько нам с вами нужно петель, мы с вами что делаем? Правильно, мы с вами переходим к нашим так глубоко нелюбимым расчетам. Для того, чтобы нам с вами сделать расчет, нам, естественно, надо знать обхват нашей с вами горловины. Поскольку у нас еще будет отвязываться планка, да, то горловина будет больше. Ну, мы всегда помним, что внутренний радиус гораздо меньше, чем внешний. Это, да, из школьной программы все помнят. То есть всегда кружочек, который внутри, он всегда меньше, чем кружочек, который снаружи. Это очевидность. Поэтому всегда об этом помним, что мы измеряем всегда за вычетом планок. То есть мы с вами должны измерять горловину вот по этой линии, а не по этой. Если подразумевается какая-то обработка. Теперь, что еще мы должны помнить? Есть такое понятие, как рапорт узора. Рапорт узора – это ритмичность вашего узора. То есть у меня данный рисунок связан, у меня идут три изнаночные петли и одна лицевая. Три изнаночные, одна лицевая. Три изнаночные, одна лицевая. Значит, рапорт узора у нас с вами равен четырем петлям. Три изнаночные, одна лицевая. И помним, что если мы начинаем с трех изнаночных, зеркально с другой стороны, мы должны закончить тремя изнаночными. Если мы начинаем с одной лицевой, мы с вами должны закончить одной лицевой. То есть у нас должна быть симметрия узора, если у нас не подразумевается какого-то иного решения дизайнерского нашего, скажем, изделия. Поэтому мы сами помним, что у нас всегда с вами ритм узора повторяется. Поскольку ритм узора повторяется, вам высчитывать надо будет не настолько точно попетельно, скажем, перед спинку, насколько точно с точки зрения узора. И если симметричность узора требует добавить одну петлю или убавить две петли, то мы с вами, естественно, делаем этот ход в обязательном порядке, потому что должно быть все симметрично. Также в данном изделии использованы достаточно широкие линии реглана. Реглан здесь выполнен, именно регланная линия резинкой один на один. Помним тоже, что она должна быть зеркальная. То есть, если мы начинаем с одной лицевой, то мы и заканчиваем одной лицевой петлей. Теперь переходим к нашим расчетам. Если вы помните про джемпер с удлиненной линией реглана, вы помните, что здесь рукав очень маленький, то есть он эквивалент буквально 2-3 сантиметра. То есть у него нет необходимости, то есть можно начинать с 6 петель. 6 петель я в рукав положить не могу, поскольку у меня идут 3 лицевые, точнее 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных. И, естественно, я не могу сделать рукав другим. Он задан уже 7 петель, меньше 7 петель я не могу взять. И поэтому мы с вами все расчеты сейчас будем делать, исходя из моего рапорта узора. Если у вас, допустим, вы вяжете все лицевой гладью, или вы вяжете рисом, или вы вяжете платочной вязкой, и у вас другой ритм узора, то вы, соответственно, делаете расчет, исходя из своего ритма. Итак, я надеюсь, что блестяшка вас не будет сильно отвлекать, но будет создавать некоторую праздничную атмосферу. Итак, у меня плотность вязания, то есть всегда мы вяжем образец. Чем больше, тем лучше. Это аксиома. Всегда образец наш с вами вяжется в образце. Вы должны отвязать. Если у вас в изделии есть резинка, обязательно узор резинки отвязываем, подбирая номер спиц. Резинку можно вязать тем же номером спиц, можно вязать меньшим номером спиц, можно вязать самым маленьким номером спиц, который вообще возможен в вашем арсенале. То есть вариаций может быть очень много, и все это зависит исключительно от свойств вашей пряжи и от вашего дизайнерского решения. Должна резинка стягивать, не должна. Держит пряжа, не держит резинку. Пружинит, не пружинит. Резинка может быть даже на непружинищей пряже. Единственное, она не будет пружинить, она будет создавать планку, которая не дает закручиваться полотну. Мы с вами отвязываем обязательно резинку, мы отвязываем с вами обязательно узор, основной узор вашего полотна, то есть в моем случае 3-1, 3-1, 3-1. Если есть необходимость, отвязываем лицевую гладь. Если есть необходимость, репетируем прибавки, убавки, потому что прибавки и убавки можно осуществлять абсолютно разными способами. Например, те же самые прибавки мы можем делать из нижней петли, из протяжки, делая накид. На разной пряжи это смотреться будет по-разному. Чтобы не было каких-то дырок или неаккуратного, скажем, исполнения, вы с вами должны отработать на вашей пряже тот тип прибавок и убавок, который будет смотреться хорошо, исполненный вашими руками на вашей пряже. Поэтому, если есть необходимость, репетируем и этот момент. Всегда стираем образец точно так же, как мы будем стирать основное изделие. Если собираемся стирать в машине, стираем в машине. Если мы стираем руками, стираем руками. Всегда помним, что для шелка, для льна, для шерсти используются изделия специально для шерсти и шелка. Лен тоже портится. Единственное, что хлопок можно стирать обычными средствами. Но поскольку далеко не любой хлопок выдерживает такое издевательство, особенно хлопок с примесями, я бы все-таки рекомендовала и его стирать щадящими, моющими средствами. Итак, это небольшое лирическое отступление было про образцы. Теперь давайте мы с вами поговорим о том, как посчитать. То есть мы помним, что у нас обхват горловины измеряется как раз по, скажем так, внешнему радиусу нашей горловины, то есть за минусом нашей обтачки, обработки, планки, в зависимости от того, как вы обрабатываете. У меня горловина 60 сантиметров. Измеряю я горловину, даже когда вяжу V-вырез, как круглую, как V, я ее не измеряю. То есть я ее измеряю, потому что, в принципе, если вы развернете вот эту вот линию, я сейчас вам просто наглядно покажу. Смотрите. Вот, я просто разворачиваю, и вы видите, да, что этот отрезок, он практически равен. Поэтому я ее считаю просто как широкую круглую горловину, и потом вяжу это не по закруглению, а вяжу вниз. Вот этот отрезок. Поэтому мы с вами набираем на вспомогательную нить, а сколько петель набирать, мы сейчас с вами посчитаем. Итак, мы помним, что у меня... Я стараюсь писать поломастера, чтобы всем было видно. То есть у меня моя плотность горизонтальная три петли в одном сантиметре. Запомнили. И у меня раппорт узора равен четырем петлям. То есть я должна помнить, что у меня четыре петли в раппорте. Итак, если у меня идет обхват горловины равен шестидесяти сантиметрам, то это у нас с вами получается... Правильно, шестьдесят умножаем на плотность и получаем сто восемьдесят петель наборный край. То есть моя горловина будет... Рисовальщик из меня плохой. Сто восемьдесят петель. Я набрала на вспомогательную нить сто восемьдесят петель. Итак, мне надо сделать сейчас расчет рукава. Рукав мы помним 2-3 сантиметра, то есть порядка там шесть-восемь петель может быть. В моей ситуации у меня два сантиметра это шесть петель, но шесть петель у меня рукав быть не может. Мы помним, потому что у меня раппорт четыре петли. То есть я беру... У меня идет три изнаночных, одна лицевая и три изнаночных. То есть минимум, который я могу заложить в рукава, это семь петель. Меньше семи петель я не могу туда заложить. Дальше. Помним о том, что у меня достаточно широкая регланная линия. И широкая регланная линия, она тоже должна быть зеркальной. То есть у меня регланная линия здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь петель. Начинается с одной лицевой и заканчивается одной лицевой. То есть я делаю еще регланной линии по семь петель. Но если я буду начинать с одной лицевой и заканчивать одной лицевой, видите, она получается вот такая ровненькая. Но здесь у нас есть такие нюансы, как то, если я хочу вот здесь вот красиво начать, я должна начинать узор вот здесь вот с одной лицевой петли. И везде это должно пройти симметрично. То есть у меня вот здесь должна быть лицевая петля, здесь, да? Здесь, 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 здесь. То есть вот эти лицевые петли мы начинаем с изнаночной, ой, с лицевой резинкой, вот, видите? Лицевая и кончается лицевой тоже. Теперь для того, чтобы посчитать нашу с вами замечательную кофточку, пулловер, джемпер, как хотите это называйте, могу путаться в показаниях, поэтому это значение не имеет. То есть почему я говорю про вот эти лицевые, это, ну, смысл, чтобы вы помнили о симметричности. Если вы начинаете с изнаночной, вы должны и закончить изнаночной. То есть, по крайней мере, перед и спина у вас должны совпадать по рисунку. А в идеале, чтобы у вас начало, то есть раппорт рисунка совпал и перед, и рукава, и спина. Чтобы все начинались одинаково, и потом вот так вот веером все это красиво расходилось. Поэтому здесь мы с вами помним, что у меня начинается вот здесь вот, у меня идут три изнаночные, одна лицевая и опять три изнаночные. Это в рукаве, да, вот старт вот этих семь петель, вот они. Вот так у нас выглядит рисунок. И, соответственно, чтобы вот здесь была лицевая, то есть у нас лицевой начинается и лицевой заканчивается, регланная линия. Внутри рисунки у нас тогда получаются с вами, начинаются с изнаночных, значит, раппорт узора, то есть вот эта лицевая, она относится к регланным линиям, вот, эта лицевая и эта лицевая, они относятся к регланным линиям. У нас лицевыми отделяются регланные линии. И чтобы красиво все расходилось, значит, у нас должна спина начинаться правильно, с изнаночных, точно так же, как с изнаночных у нас с вами начинается рукав. Значит, мы начинаем. Три изнаночных лицевая, три изнаночных лицевая, три изнаночных лицевая, та-та-та-та-та-та-та-та, и должны закончить чем? Правильно, мы должны закончить тремя изнаночными. Поэтому ваш раппорт узора будет 4 несколько раз и еще добавить 3, чтобы было симметрично. И тогда у нас по центру будет одна лицевая петля идти. Она будет ознаменовывать собой центр вашей спинки. Я надеюсь, что сейчас всем понятно, что мы говорим исключительно о симметрии. Вот, лицевыми начали, тут просто засвечивается. Лицевыми начали, лицевыми закончили. Здесь изнаночные идут и здесь изнаночные идут. То есть, чтобы все было симметрично. Я вот так вот вам положу рукав, вы будете на него поглядывать. Надеюсь, что будет видно. Итак, основные расчеты у нас с вами для джемпера с удлиненной линией реглана сделаны. Какие наши с вами расчеты? Мы с вами посчитали, что рукава, у нас 2 рукава, правильно, по 7 петель на старте. Это 14 петель. 14 петель у нас ушло в рукава. Регланы, то есть регланные линии. У нас 4 регланные линии по 7 петель. Это 28 петель. Итак, это петли, которые мы уже распределили. То есть, мы с вами делаем 180 минус 14 и минус 28. Это получается 138 петель. 138 петель, это перед и спина. 138 петель мы с вами делим на 2. Ну, делим между передом и спиной. И получается у нас по 69 петель. Вот 69 петель, это равное количество спинки и нашей передней части. Но мы с вами помним, что у нас есть такая дивная штука, как росток. И даже когда мы вяжем V-образную горловину, нам росток все равно нужен. В моем понятии. В чем-то еще он, может быть, не нужен. Итак, росток. Росток мы с вами начинаем вязать обратными рядами. И разворачиваясь в рукавах. И подбираясь к передней части. Таким образом. Вот в ростке есть точки разворота в рукаве. Тут третья может быть. Ну, они одинаково обычно идут. Естественно, в рукаве. Три в правом, три в левом. Например, или там 4-4. Не важно. Возникает основной вопрос, чаще всего у людей, про коррекцию ростка. Вот когда вы в ростке, мы говорим сейчас только про реглан, да? Вы когда отвязываете, например, лицевой ряд, то есть когда движетесь, например, сюда, вы делаете прибавки. Вы делаете прибавки в спине и в рукаве. Вот рукав в реглане, он вообще сам по себе асимметричен. Он не выглядит как прямоугольник сверху и выглядеть не может. Потому что если он выглядел бы как прямоугольник сверху, это давало бы угол у вас на шее. Он асимметричен. То есть вообще рукав в реглане выглядит вот так. Эта часть у спины, эта часть у переда. Поэтому все прибавки, которые вы делаете в рукаве, вас вообще не касаются. Они касаются расчета уже рукава, но никак не расчета переда и спины. Когда мы с вами говорим о вязании ростка, мы должны помнить, что вот мы делаем прибавки в спине. И когда мы придем к переду, наша спина будет уже шире. И если мы с вами изначально разделили по 69 петель, 69 тут и 69 тут, то когда мы дойдем до переда уже и сделаем, например, там 4 точки разворота, то есть 4 раза развернемся в рукаве, у нас с вами уже будет не 69 петель, а будет количество петель, увеличенное на те прибавки, которые мы делаем по спине. Прибавки делаются симметрично с двух сторон спины. То есть, например, если у нас 4 точки разворота, то на спине добавится 8 петель. А теперь главный фокус, те, которые большинство не может понять, и количество соотношения этих вопросов, оно меня просто удручает. Видимо, как бы с математикой у нас в школе было все не очень весело. Итак, если у нас, например, я буду делать у себя 4 точки разворота, 4 точки разворота, вот я добавлю 4 петли справа и 4 петли слева. То есть у меня прибудет 8 петель. Для коррекции на росток я обязана из спины вычесть 4 петли, а к переду добавить 4 петли. Вычитая 4 и прибавляя 4 к другой части, мы получаем разницу в 8 петель. Объясняю принцип градусника. Открываем градусник. У градусника есть 0. 1, 2, 3, 4. Минус 4. 1, 2, 3, 4. Плюс 4. Сколько имеем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между минус 4 градусами и плюс 4 градусами разница температурная составляет 8 градусов, а не 4. Поэтому вычитая из спины 4 и прибавляя к переду 4, то есть количество тех самых точек разворота, мы с вами получаем, правильно, разницу в 8 петель. То есть те самые 8 петель, которые у нас были отвязаны в ростки. Я надеюсь, на этой фазе мы все поняли. Кто не понял, приходит к нам учиться. Там я буду вам разжевывать по петель. Но вообще-то мне кажется, что уже после этого никто к нам учиться не придет. Все все поймут. Итак, у нас с вами спина. Мы не можем сделать ее, соответственно, да, если мы делаем спину 69 петель, то это нечетное число. То перед должен быть четным, потому что он должен делиться пополам. Одинаковое количество. Ну не 7 и 8, да, а 7 и 7 или 8 и 8. Поэтому мы делаем 69 петель, то есть мы с вами делаем 68 спина. Спину всегда лучше делать чуть меньше, чем чуть больше. И перед мы делаем 35 плюс 35. Перед делаем. То есть одну петлю из спины мы перемещаем на перед, то есть спина становится 68, перед 70. И 70 мы можем разделить на два раза по 35, чтобы нам с вами сделать наш перед симметричным по количеству петель, потому что иначе раппорт узора не сойдется. Мы с вами разделили на перед и спинку. Вот у нас есть петли. Но теперь мы с вами помним, что нам надо сделать, у меня будут 4 точки разворота. Количество точек разворота оптимально примерно половина петель рукава, плюс-минус. Мы с вами помним, что вот в этой ситуации мне надо будет отнять 4. 68 минус 4. Но количество петель должно сойтись с количеством петель, необходимых для симметрии раппорта. И поэтому 68 минус 4, это получается 64. Но 64 не подходит мне, потому что у меня раппорт должен делиться на 4 и еще 3 остаться. И поэтому я урезаю спину до 63 петель. И у меня получается 60 спокойно делится на 4 и еще 3 я прибавляю, и у меня будет симметричным. То есть я как начну с 3 изнаночных, так и закончу с 3 изнаночными. То есть со спиной все понятно. Спина у нас 63 петли. Соответственно здесь мы делаем 70 плюс 4, получается 74. Но когда мы с вами вяжем перед, мы с вами должны учесть, что вот если у нас перед будет заканчиваться тремя изнаночными, это будет некрасиво. Поэтому лучше пусть он заканчивается одной лицевой. Ну, вы же видите, что это будет направляющая линия, из-под которой потом мы с вами вывяжем планку. А теперь представьте, чтобы здесь не было этой лицевой. То есть было бы лысо, скажем так. Поэтому вот здесь у нас идет полный рапорт. То есть мы начинаем с 3 изнаночных и 1 лицевая, и у нас идет полное количество рапортов. То есть нам не надо добавлять для симметрии еще вот эти вот 3 изнаночные, потому что с ними будет лысо. Поэтому мы с вами берем, то есть у нас делится 35 и 35. Было, да? Мы добавили, стало 74. И 74 у нас получается 2 половинки по 37. Считаем. 9 умножить на 4, 36. Правильно? Вот мы закончили 36, последняя лицевая. И одна кромочная. Получается 37. И у нас и есть 37 петель. Мы разделяемся на 37 и 37. Дополнительные коррекции не нужны. Если вам не будет хватать этих петель, или наоборот что-то будет лишнее, всегда можно посмотреть. Выйти или в плюс, или в минус, и уже вот здесь добавить петли. Когда у вас готов вот этот расчет, то есть у нас с вами по 7 петель рукава, по 7 петель регланной линии. У нас с вами 63 посчитанная спина, исходя из рапорта, да? И по 37 с коррекцией уже на росток посчитан перед. В 37 входят, не забываем, наши кромочные, поскольку мы это вяжем как кардиган до самого низа. То есть мы не объединяемся в круг. Поэтому нам здесь нужны кромочные петли. Если у вас по рапортам надо по-другому разогнать петли, где-то пару петель добавить, где-то пару петель убавить, вот вы сначала делаете расчет, вполне вероятно, окажется, что вам надо не 180, а 180, а 180, одну или 176 петель, исходя из вашего узора, да? То есть вы сначала считаете вот это все, и потом только набираете, а не набираете 180, а потом ставите маркер и выясняете, что вам что-то не хватает. Поэтому сначала мы всегда с вами делаем предварительный расчет, и потом только начинаем набирать, и уж тем более вязать, не забывая при этом отвязать обязательно большой образец. Без образца мы с вами вязание ни в коем случае не начинаем, чтобы мы с вами не вязали. Мы с вами разобрались с распределением петель, с наборным краем, и переходим непосредственно к вязанию. Мы не будем говорить сейчас о точном расчете, например, если дама полная, то я вот, например, делала прибавки в каждом четвертом ряду, понятно, что каждая полна по-своему, у кого-то полные руки, у кого-то полная грудь, у кого-то полные бедра, то есть в любом случае вы считаете всегда индивидуально для себя, как посчитать, это рассказано в ролике по джемперу с удлиненной линией реглана, и вы делаете расчет для себя. Ну, то бишь, вы делаете, например, чем выполнее, тем чаще вы делаете прибавки. Помним о том, что линия реглана в данной модели должна быть до локтя, она должна быть очень-очень длинной, то есть ровно до того момента, когда у вас она доходит до, ну, фактически чуть ли не до талии, да. Мы помним, что в этой модели не очень удобно поднимать руки, и она должна быть широкой, соответственно, чтобы вы этими руками должны мочь, двигать как-то их, поднимать, и если вы хоть чуть-чуть поднимаете руки, чтобы у вас изделие до пупка не вздергивалось. Это фэшн-модель, это не на каждый день водолазочка, и это надо помнить. Поэтому переходим с вами к вязанию ростка. Мы с вами набираем наше количество петель, у меня это 180, я набираю количество петель и сразу первый ряд отвязываю, расставляя маркеры. Далее я начинаю вязать росток с спины постепенно, то есть разворачиваясь в рукаве каждый раз дальше и дальше, то есть четыре раза я развернусь, например, в рукаве, и дальше мы переходим на вязание передней части. То есть мы до самого конца, до вот этого момента вяжем с вами удлиненными рядами. Когда мы с вами отвязали, то есть не забываем, что когда мы вяжем росток, мы прибавки делаем по спине ровно точно так же, как нам задано ритмом. То есть мы делаем прибавки в каждом четвертом ряду. Для этого всегда можно использовать маркеры или где-то записывать, какой ряд вы вяжете. Каждый четвертый ряд, это значит, что лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. То есть не бывает каждый четвертый лицевой ряд. Ряды считаются всегда по порядку. То есть поэтому у нас идет каждый четвертый ряд в порядковом отношении, а не в отношении лицевой или изнаночной. Итак, мы отвязали с вами росток, то есть туда-сюда набегались по рукавам. И дальше мы с вами переходим к вывязыванию горловины спереди. Когда мы вывязываем горловины спереди, то есть мы делаем укороченный ряд, переходим, вот здесь провязываем тоже укорот, который есть, и берем следующую петлю. На ней разворачиваемся. То есть у нас каждый последующий ряд на одну петлю длиннее, чем предыдущий. Обратите внимание, что очень большое значение имеет ваша персональная плотность вязания. Она у каждого своя. Это мы с вами постигли еще, изучая, как связать чайку. Там мы вязали мыс аналогичным, скажем так, способом. То есть мы брали две петли и на третьей разворачивались. Но не всем подходило две петли и развернуться на третьей. Кому-то надо было разворачиваться на четвертой, а кому-то на второй. Вот это зависит от соотношения вашей горизонтальной плотности к вашей вертикальной плотности. Она у каждого своя. Поэтому репетируем на образце, чтобы здесь никаких сборок не было и пузырем все это дело не встало. Если у вас что-то встает пузырем, берем. Не забываем, что вот здесь затянуть нельзя. То есть это нельзя, чтобы это было стянуто. И подбираем индивидуальный ритм. Тот, который подходит персонально вам. У каждого будет свой личный ритм. Я подбирала, если вязать нормально, то есть правильно подбирать спицы и толщину пряжи, и вязать ровно по спице, то есть как задумано, да, изначально для чего вообще номер спицы пишется, чтобы вы прям точно петлю делали по номеру спиц, то мы подбираем по одной петле и доходим вот до самого конца. После этого мы с вами вяжем по прямой, продолжая делать наши прибавки. Ну, в принципе, тут все. Мы с вами все связали. Шутка. Мы доходим с вами до нашей длинной линии реглана, осуществляя прибавки. Делаем подрез. Подрез у нас совсем маленький. Я подрез сделала и под подрезом у меня идет просто продолжение, скажем так, моей... Вот, у меня вышли регланные линии, я их разделила, то есть у меня резинка, скажем так, вот тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, и здесь просто лицевая гладь. Дело в том, что это шелк, на нем, скажем, он достаточно тягучий, вот этот шелк, и чтобы не было никаких дыр, то есть я вязала очень плотно вот здесь. Ну, и то, видите, что у меня не идеальная гладь, но как бы у меня не получается эту нить вязать плотнее, скажем так, и ровнее. Ну, здесь такой, знаете, стиль небрежный, поэтому можно позволить. И здесь я сделала лицевую гладью из подреза. Подрез делаем маленький, то есть наш подрез по ширине равен входу в рукав, то есть если вход в рукав 7 петель, то как подрез тоже приблизительно столько же. Вот мы делаем махонький подрез. Я дальше просто связала резинку и просто ее закрыла изнаночными петлями. Вот. А нет, я вас обманула. Я закрывала айкордом на две петли, вспомнила. Да, айкорд на две петли. То есть айкордом на две петли я закрыла, зашила, и вот у меня вот такое. Да, точно. Айкорд, я думаю, что такое-то. Точно так же я закрывала низ. Сейчас у меня айкорд на две петли идет. Вот он, видите? Перед тем, как закрыть низ. Давайте мы с вами, значит, довязали до подрезов, набрали подрез, связали резиночку на рукаве, закрыли. Вторую резиночку на рукаве закрыли. Все, нас уже рукава не беспокоит. Мы переходим к вязанию вниз. Те, у кого фигура, там, как сейчас это модно, плодово-ягодное товарищество, груши, делают немножко а-силуэт. Если у вас очень пышные бедра, если вы хотите платье, тоже можно сделать а-силуэт. Поэтому можете делать прибавки. Только учтите, чтобы ваши прибавки должны, да, как-то вписываться в узор, чтобы это было красиво. То есть можно клин сюда встроить гладью, да, но опять не очень большие эти клини должны быть, чтобы у вас углы не провисли. Мы с вами довязываем до нужной нам высоты изделия за минусом нашей резинки. И дальше переходим к вязанию вот этой планки. Мы с вами связали, да, весь наш джемпер фактически за минусом резинки. И переходим к вязанию нашей планки. Я напоминаю, что планку эту можно вязать для того, чтобы выполнить это изделие как пулловер. Эту же планку можно связать, чтобы выполнить изделие как кардиган. Можно сделать застежку на молнии, на пуговицах, на кнопках, на всем, на чем хотите. У меня задача была сделать это изделие без застежки. Оно у меня двустороннее. Его носить можно задом наперед и передом назад. То есть вырез на спине, вырез спереди. В зависимости от того, какая фантазия с утра проснулась в моей постели. И мы с вами переходим к вязанию этой планки. У меня планка связана. Я не знаю, насколько вам хорошо сейчас это будет видно. У меня планка связана. То есть у меня несколько рядов пайетками. То есть набраны петли основной нитью. Потом пара-тройка рядов с пайетками. Пара рядов основной нитью. Пара-тройка с пайетками. И переход последний ряд связан основной нитью. И методом трех спиц плоским швом. То есть метод трех спиц есть, когда у нас шов получается рельефный. То есть косичка с одной стороны, изнаночные петли с другой стороны. А есть метод трех спиц, когда у нас вот такой образуется плоский шов. То есть когда косичка ложится плашмя. И вот ее как раз мы с вами делаем по центру. И вот таким методом я собрала. Можете шить петля в петлю, например. Можете шить обычным методом трех спиц. Тоже будет неплохо смотреться. То есть делайте так, как вам удобно. Вплоть до того, что можно там что хотите придумать. Можно петельки, пуговки, то есть что угодно. Итак, мы с вами помним, что мы набирали на вспомогательную нить. Мы расплетаем нашу вспомогательную нить. И набираем на спицы наши петли вот эти. То есть мы распустили и собрали. Теперь привязываем рабочую нить сюда. И из-под кромочных петель, вне зависимости. А то если вы делаете узелковый край, вам будет проще. Считать не надо. Но если у вас совпадет плотность. Если вы делаете обычный край косичкой, как я, например, люблю. У меня край косичкой. Вот здесь вот я вам покажу. Видите? Ну тут из-за блеска, конечно, этого ничего. А, вот видно. Вот. Я делаю всегда край косичкой. Мне так больше нравится. Итак, если мы делаем край косичкой, мы набираем. То есть одну кромочную. Потом еще одну кромочную. Потом из межкромочной поднимаем. То есть у нас ритм с вами идет при вязании планок стандартный. На 4 вертикальных ряда, 3 поперечные петли. А это при стандартной плотности вязания. Если вы вяжете рыхло, то у вас будет кромочная, межкромочная, кромочная, межкромочная, кромочная, межкромочная. И такой же ритм у вас будет, если у вас изделие тянется вниз. То есть если оно достаточно растяжимое. Поэтому учтите этот момент и смотрите, как себя ведет ваш пряжа. Если она тянет вниз, то лучше на планке не экономить на количество петель. Потому что иначе планка сожмет, здесь изделие вытянется и получат такие, знаете, французские шторы. Вряд ли вам это надо, тем более на животе. Поэтому мы с вами поднимаем петли здесь. Провязываем один ряд по горловине. У нас открытые петли. И поднимаем петли здесь. Дальше просто вяжем гладью. Но нам нужна пряжа, которая не закручивается. Учтите, пожалуйста, этот момент. Крутится не узор, крутится ваша пряжа в определенных узорах. Поэтому, если у вас пряжа, которая крутится, лучше всегда использовать сочетание лицевых и изнаночных петель. Они не закручиваются в своем большинстве. Если у вас пряжа не крутится, как у меня, можно все лицевую гладью отвязать. И мы с вами вяжем вот эту планку. Когда мы с вами довязываем эту планку, вот мы довязали, считаем, что достаточно. Дальше мы вот здесь складываем две полочки наши. И методом, ну я методом трех спиц, плоским швом, вы можете просто методом трех спиц. Вы можете сшить петля в петлю, если не хотите, чтобы рубец вот здесь вот был. Или шов, да, ну называйте это как угодно. И вы закрываетесь вот до сюда. Дальше я провязала дополнительно пару рядов по горловине. И закрыла айкордом на две петли, как у меня закрыты рукава. Все. Дальше мы с вами поднимаем петли вот по этому промежутку. Потому что вот здесь у нас петли болтаются на рабочей спице. Мы же не довязали до низа. Поднимаем вот здесь петли, вот на этом отрезке. Замыкаемся в круг, отвязываем нашу с вами резинку. И закрываем ее тоже. Ну я закрывала айкордом. То есть айкорд этого совершенно необязательно. Вы можете закрывать исландским закрытием. Можете закрывать полую резинку углом. Ну то есть все, что вам нравится. Поэтому это изделие очень простое. Потому что оно очень нарядное и очень красивое. Единственное, что делать горловину маленькой совсем, если вы хотите его носить задом наперед и передом назад, нельзя делать очень маленькую. Потому что иначе вам надо будет вывязывать углубление горловины. То есть чем меньше ваша горловина, чем она ближе к водолазке, тем тщательнее и глубже надо вывязывать углубление по спине. Именно углубление. Мы его здесь не вяжем. Вот если у вас будет маленькая горловина, будет необходимо его связать. И вот в этой модели, да, надо будет делать вот здесь сначала прибавки в каждом втором ряду. И потом только выходить после плеча на каждый четвертый ряд. Для маленькой горловины. Если вы хотите посадить прям совсем изделие на себя, скажем так, близко к своей фигуре, уменьшив эту самую горловину. Потому что большая горловина, она дает возможность этому изделию ворочаться вокруг вас и не душить. А, скажем так, маленькая горловина, она вас такая задушит, если не будет здесь углубления по спине. По поводу тех, кто захочет связать по этому же принципу кардиган. Вот здесь обратите внимание, что если делать вот такое широкое изделие, оно будет падать с плеч. Ну, это вот так устроен человек. Что широкая горловина, которая еще ничем не держится, она будет падать с плеч. Поэтому вы делаете несколько прибавок в каждом втором ряду, чтобы обеспечить, да, чтобы не вот так у вас шел рукав, а вот так. То есть сначала в каждом втором несколько прибавок делаете. И коррекции тоже будете потом смотреть. То есть сколько у вас получится точек разворота, и какие у вас будут прибавки, например, да. И дальше вы выходите. То есть вот вам вот этот расчет подойдет. Если вы делаете, например, в каждом четвертом ряду, то у вас будет не 4, например, прибавки, а 2. То есть помним, да, в каком ряду вы разворачиваетесь, когда делаете коррекцию на росток. Вот эта коррекция на росток в обычном реглане. То есть я в рукаве разворачивалась каждую вторую петлю, не каждую четвертую. То есть у меня 4 точки разворота, и прибавки я делала в каждом втором ряду. То есть помним об этом, что в самом начале есть вариации. Поэтому у меня рукав выглядит, видите, как бы вот... Сейчас покажу. Видите? То есть он идет вот так, а потом падает. И поэтому он хорошо носится и никуда не уползает. Ни назад, ни вперед, а стоит надежно на месте. Эту вещь можно носить с чем угодно, с джинсами, с кроссовками, с вечерней юбкой, с юбкой-карандаш, с юбкой-пачкой. То есть я фотографии вставлю в ролик, вы увидите, что это прекрасно смотрится совсем подряд, в зависимости от того, какой стиль одежды вы предпочитаете. И обувь может быть абсолютно любая. Сейчас современная мода позволяет нам с вами одеваться, как хочется, и при этом быть актуальной. Напоминаю, что для вязания данной модели можно использовать абсолютно любую пряжу. Можно связать это все хозяйство и с длинным рукавом использовать этот кардиган, и из махера, и из чего угодно. Единственное, что всегда смотрите, чтобы эта пряжа была комфортно вам, не кололась лично вам, потому что у меня вообще ничего не колется. и можно связать из шелка, из хлопка. То есть вот все, что вам в голову взбредет, то есть из всего можно связать. Единственное, что всегда вяжите большой образец. Смотрите мои видео по сочетанию разных пряж. Смотрите различные видео по магазинам. То есть сейчас информации более чем достаточно. Те же самые пайетки. То есть ищите, где найдете. То есть да, я получила в подарок, поэтому я вам магазин указать не могу. Ну и, собственно говоря, не стало бы, потому что мы помним, что итальянская пряжа это стоковая пряжа. Многие артикулы не стоят на регулярной продаже. И даже указывая магазин, то есть это делается медвежья услуга, вы приходите туда, а там уже ничего нет. Такое тоже бывает. Поэтому учитывайте, пожалуйста, этот фактор тоже. Ну, за 7 я с вами прощаюсь. Приглашаю всех учиться в нашу школу с Оксаной Аркадьиной. Подписывайтесь на канал Оксаны. То есть у нее тоже очень интересные модели бывают. Мы будем активно работать над развитием ее канала тоже. Поэтому всем добро пожаловать в Инстаграм. Если мой аккаунт закрыт, значит ведется прямой эфир. После прямого эфира я его открываю. Если вы постучались и сразу не попали, значит просто идет прямой эфир. А в эфире я вынуждена держать аккаунт закрытым, чтобы, скажем так, избежать каких-то неадекватной публики, которая приходит на топ эфиров. Я желаю всем удачи, всем хорошего настроения. Я очень надеюсь, что нас с вами август, сентябрь еще порадуют дивной летней погодой, что мы с вами сможем поносить свои нарядные красивые вещи. Ну, а если не сможем, то ничего страшного. Мы с вами свяжем подобную вещь на осень, зиму, весну. И будем выгуливать, например, в кино, в кафе или в театр. Всем хорошего настроения, всем до свидания. И не забывайте, пожалуйста, что вы можете и должны вязать лучше, чем я. И использовать все возможные для этого ресурсы. И желаю вам, как всегда, хорошего настроения. Всем пока.